В эфире новости дня. Здравствуйте! В студии Ольга Голубь. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И вначале, коротко, некоторые темы выпуска. День поля в Оренбуржье. Аграрии региона собрались обсудить насущные вопросы и заключить контракты. Гуманитарная помощь отправится на передовую. Волонтеры из Красного коммунара выполнили задания кураторов. Новые трубы, отопление и водопровод. В регионе полным ходом идет обновление объектов ЖКХ. Загадать желание, чтобы обязательно сбылось. О чем сегодня мечтают пожилые люди. Напряженный старт. Очередной матч российской премьер-лиги Оренбург сыграет с Рубином. И начнем с предупреждения от МЧС. С 29 июля по 4 августа в большинстве районов области сохранится высокая пожарная опасность. Четвертый класс. Этому способствует жаркая и сухая погода. Также в Оренбурже продолжает действовать особый противопожарный режим, в период которого запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, в том числе в металлических емкостях. Огнеборцы просят быть максимально осторожными при обращении с огнем. На учебно-опытных полях Оренбургского аграрного университета прошел областной день поля. Мероприятие ежегодное. В программе выставка сельхозтехники, осмотр опытных полей, а также пленарное заседание, на котором еще раз обозначат цели и задачи для сельхозтоваропроизводителей региона. Все подробности у нашей съемочной группы Натальи Мороз и Георгия Бурлуцкого. На улице плюс 35. Новая сельхозтехника от ведущих российских производителей бликует от лучей солнца. Фермеры интересуются машинами, ведь сегодня многие из производителей готовы представить свои новинки. Шестицилиндровый двигатель с электронным блоком управления, комбинированная тормозная система, четырехрежимная коробка передач. Все это Кировец К7М. Именно здесь, на дне поля, презентуют его агрария. Ну а встречают гостей казачьими песнями и караваем. Хлеб и соль, хлеб и соль, наш теплой поклон. Хлеб и соль, хлеб и соль. Деловая программа начинается с пленарного заседания. Гостей сегодня много. В Оренбургский район приехали аграрии, агрономы, руководители сельскохозяйственных управлений, главы муниципалитетов из 39 территорий области. Открывает заседание профильный министр. Сергей Балыкин говорит об уборке урожая, подготовке кормов и планах посеву озимых. Озвучивает и проблемы. Согласно предварительному хлебовраженному балансу мы должны собрать не менее 3 миллионов тонн. Это по скромным подсчетам. Это достаточно для того, чтобы обеспечить засыпку семян, фуража, натуроплату и реализацию зерна. Но это не тот рубеж, конечно же, на который мы должны достигать и потенциал у нас калиле для этого есть. На сегодня в регионе действует поддержка сельхозтоваропроизводителей по 35 направлениям. В том числе субсидируются затраты на обновление машино-тракторного парка. В этом году уже закуплено техники на 7 миллиардов рублей. В лидерах – Осикеевский, Грачевский, Элегский, Бузулукские районы. Низкие показатели в Светлинском районе и Ясенском городском округе. Развеивают и опасения фермеров, которые в преддверии нового урожая опасаются. Хранить его будет негде, поскольку часть пшеницы прошлого года из-за низких цен на нее продолжает оставаться в хранилищах. Сейчас тема номер один – это отгрузка. Пока она идет не теми темпами, которым бы хотелось, потому что есть проблемы с экспортом. Но буквально несколько дней назад в связи с завершением той зерновой сделки международной двинулась и цена на зерно, и потребность. Сейчас твердая пшеница с 12 тысяч за тонну выросла цена до 18 тысяч. Это не предел. Поэтому на сегодня наши аграрии уже начали реализовывать твердую пшеницу. Поэтому я очень надеюсь, что в течение августа-сентября увеличится экспорт. Это позволит освободить помещение и, разумеется, заполнить урожаем Нового года. На семинаре говорят и о зарплатах в сельхозсфере, которая за последние годы выросла в разы. Ну а также о нехватке кадров. Председатель Законодательного собрания области Сергей Грачев уверен, региональная поддержка АПК Оренбуржья будет продолжена. Нужно местами изменить подход. Конечно, будем, скорее всего, стимулировать, чтобы развивали на селах, кроме растения и водства, конечно, животноводства. Это круглогодичная занятость людей, соответственно, зарплата и, соответственно, люди, которые будут работать на селе. Поэтому вот это направление поддержки с учетом, а, заработной платы, б, наличие животноводческого комплекса, в том числе и, допустим, производства молока. Вот это все на основе этого и будут отдаваться предпочтения по поддержке хозяйства. И в завершение областного дня поля участники, а также гости осматривают экспозицию сельскохозяйственной техники, длилась которая, несмотря на палящее солнце, больше часа. Наталья Мороз, Георгий Бруцкий, Новости дня. Пятипроцентную скидку на опрыскиватели от компании «Рубин» получит аграрий Оренбуржья. Соглашение в рамках областной сельхозвыставки «День поля» подписали представители компании и правительство области. Купить продукцию самарского производителя можно у дилера «Оренбург Агроснаптехсервис». Подписи ставят на документе. Высокоэффективные опрыскиватели «Рубин» производят в Самаре. Объем производства 100 единиц в год. Но чтобы купить их, совсем не обязательно выезжать за пределы региона. Сделать это можно и через дилера – государственное предприятие «Оренбург Агроснаптехсервис». Мы анализировали их разные компании, которые представлены. И коллеги нам очень понравились своим подходом. Кроме того, они реализуют технику «Кервиц» Петербуржского тракторного завода. Имеют очень хорошие результаты. Имеют прекрасную оснащенную базу специалистов. Поэтому мы надеемся, что сотрудничество с этой компанией у нас будет достаточно продуктивным и долгосрочным. «Оренбург Агроснаптехсервис» образован в 2001 году. Главная задача предприятия – специализация на работе с сельхозтоваропроизводителями. Обеспечивают оренбургских аграриев сельхозтехникой, агрегатами, запчастями. Вот и сейчас на учебно-опытных полях фермеры рассматривают новинку – «Кировиц К-7». Мощная современная техника от Петербургского тракторного завода. Все сельхозтоваропроизводители знают, что один день год кормят. Поэтому мощность трактора позволит увеличить скорость и посевной кампании, и подготовку к агросезону перед севом азимых и ировых. Новая техника требует немалых вложений. Это понимают в дочернем предприятии Оренбургской губернской лизинговой компании «Оренбург Агроснаптехсервис» и готовы поддержать сельхозтоваропроизводители региона, особенно сейчас. На данный момент мы анонсируем старт программы «Без первоначального взноса», которую мы реализуем совместно с крупнейшими дилерами, нашими партнерами. Это официальный дилер «Кировцы Оренбург Агроснаптехсервис». То есть это такая новая беспрецедентная программа на три месяца, чтобы увеличить продажи именно в тот момент, когда наши сельхозтоваропроизводители убирают урожай. И еще его не продали. Политика компании не меняется год от года и всегда ориентирована на потребности клиента. Даже в непростых экономических условиях здесь избежали перебоев запчастями, нет проблем и с поставкой сельхозтехники. Наталья Мороз, Георгий Бурлутский, Новости дня. К работе аграриев на Дне поле еще вернемся в нашей программе. А пока к другим темам. 20% обращений в Государственный фонд «Защитники Отечества» – это правовые вопросы. Фонд оказывает комплексную юридическую поддержку ветеранам СВО и членам семей погибших или умерших от ран бойцов. Оренбургский филиал фонда заключил соглашение о сотрудничестве с Нотариальной палатой, Госбюро, Адвокатской палатой и Ассоциацией юристов. Все проблемные моменты, с которыми обращаются ветераны, решаются. Многие из них требуют тщательной проработки, сообщают в Фонде «Защитники Отечества». Итак, в Первомайском районе к социальному координатору обратилась по доверенности сестра раненого участника СВО, который находится на лечении в НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге и ожидает получения удостоверения ветерана. Юридическая помощь семье была необходима по выплатам за ранение. Банковская карта бойца заблокирована банком из-за попыток взлома. Для отслеживания выплат необходимо было восстановить доступ к счету. В Нотариальной палате Оренбургской области помогли с оформлением доверенности на мать участника СВО, которая находилась сыном в северной столице. Согласованные действия коллег-нотариусов в Санкт-Петербурге позволили прямо в клинике оформить документы. Вся юридическая помощь в Фонде «Защитники Отечества» оказывается бесплатна. Новая партия гуманитарного груза в ближайшие дни отправится в зону проведения специальной военной операции. Посылки бойцам на передовую передают жители Сакмарского района. В пункте сбора побывала наша съемочная группа. Маскировочные сети, сухари, сухие супы, окупные свечи, белье и все необходимое для госпиталей и даже четыре топора ручной работы волонтеры доставили в сборный пункт на базе клуба ветеранов боевых действий в Оренбурге, где открылась новая общественная организация. Собрались и создали фонд «Защитник», в который собирает, аккумулирует деньги, собирает заявки от наших военнослужащих, от воинских частей, которые приходят на губернатора, которые приходят на вице-губернатора Кулагина, которые приходят напрямую к нам сюда. Желание населения помочь военным, защищающим страну от неонацистов, очень велико. Поэтому у фонда много подразделений, которые, в свою очередь, нуждаются в поддержке, потому что порой одного энтузиазма недостаточно. Мы чем им можем помочь? Только тем, чтобы помочь закупить материалы, те же сети, те же расходные материалы, какие вещи, какие, например, рабочие, машинка, например, швейную. Швейную машинку приобрели для Патриотического клуба «Содействие», который в Красном коммунаре организовала мама погибшего бойца Ольга Спасова. Порядка 30 человек в течение недели приходят в здание старой музыкальной школы, чтобы сделать что-то для защитников Отечества. Кто каждый день, кто по возможности, это только приходит плести и помогать нам что-то делать. А люди так идут, несут целыми днями, целый день несут и из района, и из других деревень отовсюду несут. В зону проведения своего фонда защитник уже направил 280 тонн гуманитарного груза. Это коптеры, автомобили, бревиант на сумму свыше 50 миллионов рублей. Организация старается обеспечить передовую всем, что необходимо бойцам. Елена Фурсова, Семен Воробьев, Новости дня. Казаки Бузулука пополнен батальон «Яик». Вершанское хуторское казачье общество приняли пятерых казаков. Обряд верстания прошел в храме Петра и Павла в Бузулуке. Перед началом церемонии совершен молебен о призывании помощи Святого Духа на всякое доброе дело и благословения воинов на брань. Ведь сразу после посвящения трое из пяти казаков отправляются в зону специальной военной операции. Мы собрались получать торжественную помощь. Мы принимаем в свои ряды вновь новых казаков, наших братьев, которые станут казаками. И трое из них уйдут отсюда сразу в зону боевых действий. Наш батальон «Яик». Хочу вам пожелать – это вернуться домой с победой и живым. Кандидаты в казаки принесли присягу и получили благословение от духовного наставника. Под сводами нашего православного храма мы совершили чиндерстание будущих казаков, которые встают на защиту нашей Розы. Конечно, отрадно это видеть и приятно создавать ваше мужественное решение. Казаки батальона «Яик» являются участниками СВО с самого ее начала. Каждый знает, что за них молятся во всех храмах Бузулукской епархии, Оренбуржья и всей страны. Именно вера, говорят казаки, всегда укрепляла, давала силы справиться с самыми сложными испытаниями. Сейчас прервемся, и вот что будет дальше в нашей программе. Загадать желание, чтобы обязательно сбылось. О чем сегодня мечтают пожилые люди. Напряженный старт. Очередной матч российской премьер-лиги Оренбург сыграет с Рубином. Это новости дня, и мы продолжаем. В Оренбургской области продолжается обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры. В 2023 году в рамках областной программы запланировано строительство и капитальный ремонт 114 объектов. На 44 из них работы уже завершены, сообщает портал правительства области. Так, в райцентре Первомайском реализовано сразу два проекта по модернизации ЖКХ. Здесь капитально отремонтированы водонапорные башни на 50 кубометров каждая. Это помогло значительно улучшить качество водоснабжения поселка. Проведен капремонт участка теплотрассы протяженностью 180 метров. Это существенно снижает теплопотери на сетях. В прошлом году на модернизацию коммунального хозяйства региона направлено 1 миллиард 255 миллионов рублей. Однако уровень износа инфраструктуры остается достаточно высоким, поэтому финансирование отрасли увеличиваем в том числе за счет участия в федеральных программах. В 2023 году в консолидированном бюджете региона на обновление ЖКХ запланировано более 3,5 миллиардов рублей. С учетом федеральных займов от Фонда национального благосостояния 2,2 миллиарда рублей пойдут на ремонт тепловых сетей и водоснабжения в Ковандыке, Оренбурге, Новотроицке и Бузулуке. Основная задача, подчеркивают в правительстве области, повысить эффективность и надежность работы ЖКХ, провести форсированную подготовку к новому отопительному сезону. И вернемся к главному событию дня. Аграрии и производители специализированной техники Оренбуржья собрались на День поля. Свою технику на областном дне поля представила компания Техторг-56. Она на рынке с 2012 года. За это время завоевала доверие у сельхозтоваропроизводителей всего Оренбуржья. Рынок сельхоз машиностроения не стоит на месте. В условиях санкции Запада развивается еще динамичнее. Сегодня один из главных принципов работы компании Техторг-56 – находить продукт, который будет доставлять аграриям минимум хлопот и максимум эффективной отдачи. Самоходная косилка КС-100 Чулпан производства Баш-Агромаш соответствует всем требованиям. Это наиболее интересный экспонат, который представляет компания на областном дне поля. Данное предприятие добилось высоких результатов в этом направлении. И изготавливает технику, отвечающую высоким мировым стандартам. Качество, так сказать, и заявлено высоким характеристикам, которые отвечают всем требованиям наших аграриев. КС-100 Чулпан уже высоко оценили на практике. Самоходную косилку успешно эксплуатируют ведущие хозяйства Оренбургской области. Она достойно конкурирует с импортными аналогами. И на областном дне поля находит своих покупателей. Елена Ерёвна, Игорь Бероев. Новости дня. Другой участник дня поля – это предприятие Оренбург-Элеватор-Мельмонтаж. На рынке более 70 лет. С 1952 года осуществляет работу по строительству и монтажу объектов для хранения и переработки всех видов зерна на всех этапах. Приёмка, очистка, сушка, хранение и отгрузка зерновых и масленичных культур. Всё это можно сделать с помощью оборудования от завода «Воронеж-Сельмаш». Его представляет предприятие Оренбург-Элеватор-Мельмонтаж. Они оказывают высокотехнологичные решения на всех этапах реализации проектов. Поставляют оборудование, строят и запускают в эксплуатацию. Они обучают персонал сельхозпредприятий пользованию оборудованием. Предоставляют услуги сервиса с гарантией. Благодаря многолетнему нашему опыту мы понимаем основные задачи агрокомплексов, одна из которых заключается в качестве зерна. Влага напрямую влияет на качество зерна. Поэтому сушка – это необходимый комплекс мероприятия для сохранности свежеубранного, влажного и сырого зерна. На областном дне поля предприятие Оренбург-Элеватор-Мельмонтаж представляет два агрегата. Эта зерносушилка конвейерная. Она подходит для сушки всех видов зерновых, масленичных, бобовых культур. Также представлен сепаратор предварительной очистки зерна. Он позволяет очистить 50 тонн в час от трав, легких и крупных сорных примесей. За 70 лет предприятие установило более 1200 объектов по всей России. Диана Кузимбаева, Семен Воробьев. Новости дня. Росич – это мощь в новом обличии. Трактор с таким названием собирают в Оренбурге. Продукция предприятия была представлена на дне поля. С техническими характеристиками, сельскохозяйственной техники и планами предприятия РТС познакомилась наша съемочная группа. Общество РТС начинало с ремонта тракторов, а два с половиной года назад освоило собственную сборку сельхозмашин мощностью 400 лошадиных сил. Теперь собирают 60 машин в год. Рамы, кабины повышенной безопасности делают сами. Оренбургские тракторы фирменной желтой окраски расходятся, как горячие пирожки по всей стране. Росичи можно встретить в полях от Новосибирска до Ставрополя. Оренбургский трактор вошел в программу лизинга и субсидирования. В принципе, ценовой конкуренции с данной машиной нет, потому что она в среднем в два раза ниже, чем те трактора-одноклассники. Трактор «Росич» ценят за надежность, простоту управления и обслуживание. Для механизаторов созданы комфортные условия. В машине применены все передовые технологии. Начиная от агронавигации, системы подруливания, кондиционирования, системы видеонаблюдения, мониторинга. Все-все-все это присутствует в наших машинах. В ближайших планах предприятие увеличить объем производства как минимум на 10%, усовершенствовать дизайн кабины и стать резидентом особой экономической зоны. Александр Криволапов, Виктор Горшунев, Новости дня. 28 июля в России отмечается День загадывания желаний. Не остались в стороне от этого необычного праздника и оренбуржцы. В комплексном центре социального обслуживания населения в северном округе Оренбурга провели целый ритуал, в котором приняла участие и наша съемочная группа. «Быть нужным» Быть нужным, наверное, самое заветное желание для людей серебряного возраста. Особенно для тех, кто остался один или пережил какое-то горе. Жить нужно, нужно с кем-то общаться, чтобы дальше находить в себе силы. Много у нас таких замечательных людей, которые потом дают нам вот эти вот свои обратные, позитивные все моменты. Два раза в неделю бабушки и дедушки собираются в комплексном центре, чтобы с пользой для здоровья физического и эмоционального провести время. И общение, и психологи очень много дают нам. И голова стала получше у меня. Я пришла в себя здесь. Специалисты каждый раз придумывают для своих подопечных что-то особенное. Сегодня день загадывания желаний. Для того, чтобы они исполнились, достаточно написать их на листочке, затем с искренней верой в чудо завязать ленточку и повесить на волшебное дерево. Столько в этом процессе искренности и позитива. Главная цель отделения дневного пребывания для людей пожилого возраста и инвалидов – вернуть человеку вкус к жизни. И она достигается с каждой новой встречей. С разрядкой всегда с ними попляться, попоешь. Вот и отцом с зарядкой. Он помогает. Горящие жизнью глаза, желание петь, танцевать и снова встречаться – это результаты, которые лучше любой благодарности говорят о том, что работа, в которую специалисты центра вкладывают душу, проделана не зря. Елена Фурсова, Дмитрий Павлюков. Новости дня. О спорте. В конце недели уже традиционно проходят футбольные матчи российской премьер-лиги. Во втором туре чемпионата Оренбург сыграет с Рубином. Только стартовавший футбольный сезон сразу взял с места в карьер. За неделю будет уже третья игра. Оренбургу предстоит сложный выезд в Казань. Нашей команде пока похвастать нечем. Имеем два поражения. Причем разные по игре и по счету. 2-3 и 0-6. Со «Спартаком» в гостях смотрелись достойно, даже вели в счете. А вот дома от ЦСКА получили полную авоську мячей. Конечно, и надеялись на другой игру и результат, но эмоции в футбол всегда были. Надо поднять головы и лететь в Казань немножко в другом настроении. Наш следующий соперник Рубин – номинальный новичок РПЛ, вернувшийся в элиту максимально быстро за один сезон. И начал прилично. Сделал боевую ничью с локомотивом и минимально уступил на кубок в Ростове. И Рубину, и Оренбургу на старте противостояли записные фавориты. Казанцы в этой ситуации выглядели гораздо основательнее. А наши болельщики пока не поняли, какой футбол ставит «Ерошек». Действительно, стоит вспомнить, что прошлогодний взлет Оренбургского клуба начался сразу после оглушительного поражения 0,8 от «Зенита». И сейчас все развивается очень похоже. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. Незначительное, но все же понижение температуры. Местами дожди и грозы. Прогноз на выходные дает Оренбургский гидромедцентр. В субботу жители области ждет жаркая ясная погода. Повсеместные столбики термометров ночью не опустятся ниже 20 градусов. А днем все 35. Зной, который на этой неделе принес антициклон, немного сбавит своей позиции к воскресенью. Ветер развернется в юго-западном направлении и принесет осадки. В воскресенье мы ждем атмосферный фронт, который придет к нам с запада. И здесь уже тоже будут греметь грозы. Опять же, преимущественно, это запад, северо-запад. И зацепит ряд центральных районов. Здесь уже дождь будет более интенсивный. И гроза тоже будет более существенной. Начало следующей недели, как и начало августа, также будет теплым. Осадки прекратятся. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер слабый, ночью 16-18 тепла. Дневные температуры в пределах 30 градусов. На этом все. Напоминаю, еще больше информации на нашем сайте орттв.ру. А также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова